Девочки, всем большой приветик! Я надеюсь, что у вас всё хорошо и прекрасно! Сегодня я наконец-то снимаю видео по запросу. Это долгожданный запрос, моя подписчица, Светулечка, я выполняю твой запрос. Он звучит так. Любимая косметика люкс, та косметика, которую я захотела бы купить снова. И косметика люкс, без повтора, та косметика, которую я больше не куплю. Ну, либо я считаю её бесполезной за такие деньги. Вот такой был запрос. Извиняюсь, что не сняла его раньше, потому что не было времени, девчонки. У нас сейчас проходит большой фестиваль, интернациональный фестиваль кельтской музыки. Поэтому у нас есть столько мероприятий, мы ходим на концерты, посещаем какие-то другие мероприятия и так далее. Поэтому времени абсолютно не было, я бы сегодня выбрала немножко времени, чтобы снять это видео. Итак, приступим. Ну, я вам покажу, девчонки, не то что покажу, я вам расскажу о той косметике люкс, которой я пользуюсь на данный момент. Так как у меня есть кое-что из косметики люкс, ну, до чего у меня ещё не дошли руки, то есть лежит ещё новая у меня. Вот, ну, такая вот у меня здесь корзиночка. Здесь лежат те продукты, которыми я, в принципе, пользуюсь, наверное, можно сказать, ну, каждый день, чаще всего. Вот, ну, конечно же, например, то, что есть у меня из люкса и чем я пользуюсь, эти продукты мне нравятся. И я немножко расскажу, наверное, на кое-каких, я не буду рассказывать о всех, расскажу о тех, которые мне, конечно, нравятся больше всего. Но из люкса я, конечно, больше всего отдаю предпочтение это пудрам, так как у меня кожа смешанная, поэтому я очень люблю матирующие пудры. Вот, также я отдаю предпочтение тушам для ресниц, губным помадам, контурам для губ и так далее. Итак, приступаем, девочки. Сейчас я покажу вам те продукты, которые я бы повторила бы. Первая пудра от Шанель Матлюмьер. Я бы повторила бы эту пудру, потому что я считаю, что она действительно достаточно хорошо справляется со своей функцией. Это матирующая пудра. Я уже не раз говорила в своих видео, что у меня тип кожа смешанной. У меня в течение дня проступает небольшой блеск вот именно на Т-зоне. Поэтому эта пудра действительно хорошо справляется со своей функцией. Она действительно матирующая, она хорошо держится на коже, не сползает и так далее. Поэтому эту пудру я очень люблю. И я бы, конечно же, повторила бы. Вот, она достаточно, кстати, очень экономичная. Вот, поэтому это продукт номер один, который бы я повторила бы. Далее, пудра от Живанши. Это была лимитированная коллекция, от которой я в полнейшем восторге. Это пудра-хайлайтер. В данный момент она сейчас у меня на лице. Вы можете видеть, какой она дает красивый эффект подсветки вашего лица. Она выглядит вот так, с такими вот мелкими-мелкими крапинками. Это у меня в самом светлом тоне. Вот, она очень-очень красивая. Она очень дает такой красивый натуральный эффект вашему лицу. Поэтому эту пудру бы я тоже повторила бы. Но не знаю, найду ли я ее еще, так как это была лимитированная коллекция. Далее. Что бы я еще повторила бы. Палеточка Too Faced. No Makeup Makeup. Супер палетка. Я ее пользуюсь, можно сказать, каждый день. Покажу вам продукты. Вы видите, что кое-какие продукты уже заканчиваются. Кроме вот этой вот бронзирующей вуали. Так как я говорила, что я бронзерами не увлекаюсь. Поэтому она у меня почти новая. Вот, вы видите, румяна потрясающие. Они тоже у меня сейчас на лице. Очень нежные, очень с таким натуральным эффектом. Здесь хайлайтер кремовый. Тоже обалденный хайлайтер, который дает тоже такой натуральный эффект вашему лицу. Такую какую-то натуральную влажность и так далее. Ну и вверху консилер. Но я повторю, девчонки, что консилерами я пользуюсь крайне-крайне редко. Я стараюсь не загружать зону вокруг глаз. На данный момент на мне нет никакого консилера. Вот, поэтому я пользуюсь очень редко им. Вот, так что эту палеточку, наверное, повторила бы, да. Единственное, вот кремовые румяна я пользуюсь ими, ну, редковато. Вот. Отличная палетка. Дальше. Тени от Givenchy, девчонки. Вот эти вот тени потрясающе красивые. Я от них в полном восторге. Они у меня сейчас в данный момент на моих веках. Если вам видно, вот такое легкое мерцание. Это кремовые тени. Я вам покажу сейчас. Я их использую как базу. Вот, вот такого ненатурального цвета. И вот с такими красивыми, мерцающими, очень-очень деликатными блёсточками. Потрясающие тени, девочки. Они очень экономичные. Они очень красивые. Они дают такой очень красивый такой эффект на ваших веках. Поэтому эти тени бы, да, я бы повторила. Они очень-очень-очень красивые. Дальше. Туши для ресниц. На данный момент я пользуюсь двумя тушами для ресниц. Это тушь от Dior, которая называется Dior Show. Iponie Cuber Curl. Вот это вот. Хорошая тушь. Единственное, она, знаете, через какое-то время немножечко как бы становится то ли густоватой, то ли подсохшей. Но ничего страшного. Просто её нужно немножечко разбавить и дальше продолжать красить. Хорошая тушь. Дальше. И вторая тушь, которой я пользуюсь. Она сейчас у меня на глазах. Это тушь от Eves Saint Laurent. С эффектом накладных ресниц. Радикаль. То есть радикально чёрная. Вот это вот. Тоже тушь, конечно, хорошая. Она хорошо справляется со своей функцией. Единственное, девчонки, мне не очень нравится то, что кисточка. Она потом становится какая-то немножко слипшаяся, что ли. Но, в принципе, ничего страшного. Тоже её можно немножечко разбавить. И дальше потом продолжать краситься её. Хорошая тушь. Далее. Ну, контуру для губ, конечно же, я очень люблю. На данный момент я пользуюсь пока Clorance. У меня вот эти вот два контура. Очень хорошие контуры. Также я люблю контуры от Clinique, я уже говорила. Вот. Поэтому, в принципе, контуры для губ из люкса я очень люблю. Дальше. Что у меня ещё здесь есть? Губные помады. На данный момент я пользуюсь вот этими помадами. Это помада от Dior, которая называется Dior Addict Extreme. Хорошая помадка, увлажняющая. Ничего не могу плохого сказать. Вот такая. Стоит повторить. Да, стоит повторить. Дальше. Помада от Shisee для дневного макияжа. Повторила бы, да? Повторила бы. Очень лёгкая текстура, увлажняющая. Далее. Помада вот такая вот тоже яркая. Тестилаудер. Это матовая помада. Такая яркая, летняя. Она абсолютно матовая. Тоже бы повторила бы. Вообще, в принципе, все помады, которые у меня есть из люкса, я бы, наверное, повторила. Потому что помады мне очень нравятся. Дальше. Clorans. Ну, Clorans я тоже люблю очень помадки. Очень мне нравятся их такие нежные, мягкие текстурки. Мне очень нравится их ощущать на губах. Тоже повторила бы. Вот. Дальше. Что бы я ещё повторила бы? Румяна от Sephora. Мне понравились румяна от Sephora. Прекрасно ложатся. Прекрасно растушевываются. Поэтому повторила бы, да? Повторила бы. Далее. Что у меня здесь ещё на данном моменте, чем я пользуюсь? Палеточка от Sephora. Вот эта вот очень, которая мне нравится. Я вообще говорила, что тени от Sephora мне очень-очень нравятся. Повторила бы, да? Повторила бы. Потому что я, в принципе, люблю тени от Sephora. Дальше. Палеточка. Кстати, которая сейчас... Тени на мне, на моих глазах. Это Studio Makeup. Суперская палетка. Отличные тени. Я от них в полном-полном восторге. Вот они выглядят вот так. Сегодня я использовала вот эти двое теней. Голубые и синие. Потрясающие тени. Повторила бы, да. Повторила бы с удовольствием. Дальше. Что тут ещё у меня? Ну, тут палеточка от Yves Aloran. Такая вот двоечка у меня. С тоже очень красивыми тенями. Вот такими вот. Да. Повторила бы тоже бы. Почему бы нет? Вы видите, какие потрясающие тени. Ну, почему-то я редко ею пользуюсь. Не знаю. Забыла про неё. Помадка от Yves Aloran. Которой я тоже сейчас пользуюсь. С удовольствием. Повторила, девчонки. Скажу почему. Потому что очень увлажняющая текстура. Очень лёгкая. Очень красивый эффект такой даёт. Золотистый, вы видите. И она действительно увлажняет губы. Губы ваши остаются в течение дня очень увлажнёнными. Повторила бы. Карандаш от Clorans для глаз. Радикально чёрный. Вот этот вот. Он также у меня сейчас на моих глазах. Отличный карандаш, девчонки. Так что... Тоже бы с удовольствием повторила бы. Вот. Ну, в принципе, это, наверное, те продукты, которые... Которыми я пользуюсь на данный момент чаще всего. Карандаш от Givenchy. Фиксатор, гелевый карандаш для укладки бровей. Вот. Отличный карандаш. Тоже прекрасно справляется со своей функцией. Повторила бы. Да, повторила бы. Дальше. Что здесь у меня ещё? Ну, в принципе, наверное, остановимся пока на этом. Иначе видео будет очень длинное. А сейчас переходим к тем продуктам, которые бы я не повторила бы. Пудра Givenchy. Вот это вот. Я бы её не повторила, девчонки. Объясню почему. Потому что, вы видите, здесь средний ряд, это идут они как хайлайтеры. И нижний и верхний ряд, это матовые. Когда, если я набираю кисточкой полностью все эти квадратики, мешаю, мне не нравится. Эффект на моём лице, она блестит. Ну, с моим типом кожи это противопоказано. Далее. Так что я использую просто вот этот средний ряд, как хайлайтеры. А использовать по отдельности нижний, либо верхний ряд, ну, мне неудобно, девчонки. Я не могу вот большой кисточкой набрать пудру. Приходится набирать вот эта вот кисточка родной. Но продукта набирается достаточно немного. Поэтому, ну да, можно слегка припудрить там какие-то места. Вот. Но она для меня просто неудобна. Я бы её больше не повторила бы. Далее. Две туши для ресниц, у меня здесь, которые бы я не повторила. Значит, одна тушь от Lancome Hypnose Doll Eyes. Я её практически не пользуюсь. Вот такая вот тушь. Мне не нравится здесь кисточка. Вот такая кисточка идёт, конусообразная. Она мне абсолютно не нравится. Тушь абсолютно новая у меня лежит. Вот. Я бы её не повторила бы. Далее. Вторая тушь от Lancome Hypnose Drama. Но эта тушь идёт с серебристыми пайетками. Ну, тоже не знаю, зачем я её купила. Вообще её не пользуюсь. Вот так она выглядит. Она идёт с такими вот серебристыми пайетками. Ну, в принципе, она нафиг не нужна девочинке по большому счёту. Я считаю, что это абсолютно бесполезный продукт. Поэтому, ну, куда мне её наносить с этими пайетками? Я, в принципе, не знаю, почему я её купила. Вот так вот взяла и купила. Следующий продукт, девочки, который для меня абсолютно бесполезный и который бы я не повторила бы, это всем известные метеориты от Guerlain. Сразу хочу сказать, девчонки, я ни в коем случае не хочу никого оскорбить. Я ни в коем случае не хочу задеть любительниц и поклонниц метеоритов Guerlain. Но я высказываю свою точку зрения, своё личное мнение, на которое имею право. Я уже снимала отдельное видео о метеоритах Guerlain. Поэтому уж извиняйте, на вкус и цвет товарищей нет. Вот. Но эти именно метеориты, это были из рождественской коллекции Pearl the Dragon. Ну и, в принципе, основное колецо, которое выпускается у них в трёх оттенках, они мне не нравятся. Я их пробовала. Это вообще не то, что мне нужно. Это не тот продукт, который мне необходим. Вот. Они у меня абсолютно новые. Они у меня стоят на туалетном столике в виде украшения. Вот. Почему этот продукт для меня бесполезный? Потому что, ну, что он может для меня сделать? Если его рассматривать как пудру, то здесь не та структура. И не тот эффект, который мне нужен в пудре. То есть, они не матируют, они не маскируют какие-то мелкие недостатки и так далее. Использовать его как хайлайтер. Ну, в принципе, у меня есть хайлайтер, которыми я пользуюсь, которые намного-намного лучше. Вот они выглядят вот так. Вот. В принципе, не знаю. Лично для меня этот продукт бесполезный. Не знаю. Я даже не знаю, куда его применять. На лицо я его не применяю. Единственное, возможно, может быть, на декольте наносить эти метеориты. Ещё, может быть, сгодится. А так, не стоит, для меня они не стоят того, чтобы я на них потратилась. Тут даже дело не в деньгах, девчонки. Если мне продукт очень нравится, я могу потратиться. А так, покупать его лишь бы, чтобы он мне украшал мой туалетный столик, я считаю, бесполезным. Далее. Следующий продукт, девчонки. Я сейчас думаю, сейчас на меня все набрусятся с обвинениями и с оскорблением. Девчонки, сразу хочу сказать, так же извиняюсь и не хочу оскорбить поклонниц палеточки Naked. Вот эта вот палеточка. Девчонки, вы знаете, она мне тоже практически новая. Я вообще, можно сказать, ею не пользуюсь. Не знаю, мне не получилось подружиться с этой палеткой. Вот хоть убейте меня. Сейчас покажу вам ее, доказательство того, что она у меня абсолютно новая. Единственные тени, которыми я пользовалась немножко, когда старалась с ней подружиться, это вот этот второй оттеночек. И вот этот вот, и немножко два вот этих коричневых. Все. Остальные оттенки вообще неприкосновенные. То есть, я даже к ним не прикасалась. Объясню, почему. Я считаю, что эта палетка немножко скучная для меня. Она скучновато, понимаете, и однообразно. Вот. Я, конечно, пользуюсь коричневыми тенями. Это мой must-have. Я уже говорила, что на каждый день я, конечно, чаще всего пользуюсь коричневыми тенями. Вот. Ну, так как вопрос был, стоит ли тратиться, ну, не знаю, девчонки. Как говорится, ну, я бы ее больше не купила бы, например. Потому что здесь очень много однообразных оттенков. Мне-то неинтересно. Я, например, предпочитаю квартеты или дуэты. Вот. Или хотя бы, знаете, вот у меня здесь одна палетка. Я сейчас вам покажу сейчас. Кстати, я забыла вам показать, чтобы я повторила. Вот. От Франк Кауэр. Это была лимитированная коллекция. Я покупала в Сифоре ее. Мне, например, вот эта палеточка намного интереснее, чем палетка от Naked. Вот. Она выглядит вот так. С вот таким разнообразием цветов. Здесь второе отделение. И здесь находятся вот такие вот тени. Вот. Я считаю, что она намного интереснее для меня. Намного разнообразнее. И тени по нанесению и по эффекту не хуже, чем Naked. Вот. Поэтому и стоит она в два раза дешевле, чем Naked. У нас стоит, по-моему, 20 евро. Naked стоит 45 евро. Поэтому, девочки, это мое личное мнение. Она у меня абсолютно лежит без дела. Иногда, иногда, когда вот я хочу, чтобы она просто не лежала у меня без дела, я иногда вот пользуюсь вот этим оттеночком на уголке глаз. И каким-нибудь из этих коричневых. Вот. Ну, и иногда вот этим, чтобы растушевывать. Остальные тени, девочки, они у меня просто без дела. Поэтому я считаю, что, ну, не знаю, я, например, больше не повторила бы. Вот такое было видео. Так что я надеюсь, что я выполнила твой запрос, Светулик. Вот. И я старалась, конечно, вкратце все рассказать, чтобы не занимать слишком много времени. Вот. Так что, девочки, кому понравилось это видео, ставьте пальчики вверх, комментируйте. И я надеюсь, что до скорых-скорых встреч. Все. Всех целую. Субтитры сделал DimaTorzok